Друзья, всем привет! Гавайц против Мексиканца, пробуем снова. И такому бою все же быть. Доминирующий чемпион Макс Холлоуэй, по прозвищу Благословленный, сразится с претендентом Брайаном Артегой, который удивляет всех своими победами. Я это видел в своих снах. Поехали к разбору. Брайан Ти Сити Артега, 27-летний мексиканец, не знающий поражений. В UFC провел 7 поединков и во всех одержал досрочные победы. В последнем бою вышел на коротком уведомлении против Фрэнки Эдгара, которого уже в первом раунде Артега отправил в нокаут и стал претендентом номер один. Плюсы бойца – это разум. Он отлично понимает, что и когда делать и всегда готов вырвать победу уже в проигранном бою. Также стойкость бойца, желание прессинговать и биться до конца. В стойке Артега опасен и улучшает ударку от боя к бою. Собственно, мы это и наблюдали в последнем его поединке. Но самая главная его уникальность – это партер. Никого опаснее на полу в этом дивизионе нету. Если ты оказался на канвасе и рядом с тобой Брайан, парень, у тебя серьезные проблемы. Артега провел 15 боев за карьеру, имеет 14 побед, 10 из которых были досрочные и один бой признан безрезультатным. Макс Холуэй, 27-летний гавайец, чемпион полулегкого дивизиона. Идет на серии из 12 побед подряд в UFC. Один из самых трудолюбивых бойцов и подумать не мог еще с того боя с Макгрегором, что Макс будет тем, кем является. Проехался катком по дивизиону, разбивая всех и каждого, но 18-й год явно у него не задался. Сначала травма ноги, после выйдя на коротком уведомлении слетает с боя с Хабибом, а дальше UFC 226. До сих пор по каким-то странным причинам также не смог выйти на поединок, но будем считать и надеяться, что все в прошлом. Плюсы Макса – это его ударка. В стойке Холуэй невероятно хорош, готов всегда рубиться насмерть здесь и сейчас. И с этим парнем лучше в размены не вступать. Боец очень стойкий и имеет отличную кардиоподготовку. Макс провел за карьеру 22 боя, имеет 19 побед, 11 из них досрочные при трех поражениях. Сравнивая бойцов, коснемся совсем немного антропометрии. Холуэй выше Брайана на 5 сантиметров, но в размахе рук они практически одинаковы. Впрочем, так же, как и в своем возрасте – бойцы-ровесники. Переходя к поединку в стойке, сразу же отмечу яркого фаворита Макса, который очень техничен и разнообразен. Выбрасывает колоссальное количество ударов по разным этажам, но однозначного нокаутирующего удара Холуэй не имеет. И побеждает, финишируя соперников за счет большого тоннажа ударов. Артега же прогрессирует в своем боксе изо дня в день. Имеет хорошие физические данные, как показал, может и нокаутировать, вставив неудобный локоть или засунув куда нужно колено. Но, думаю, удивить и отправить Макса спать все же не удастся. По детальной статистике, полностью фаворитом является именно Макс. Вдвое наносит больше значимых ударов, бьет точнее и меньше пропускает. И преимущество в стойке явно и конечно же будет за Холуэем. Не думаю, что доминирующая, но зарубиться Артеге в центре октагона с Максом я бы точно не советовал. Теперь же поединок в партере, где все в точности да наоборот. Яркий фаворит здесь Артега. Макс в партер не переводит, а если оказывается, то либо добивая соперника, что у него отлично получается, либо защищаясь, что у него также отлично получается. А именно в 80% случаев Макс блокирует переводы. Артега же настоящий удав. Переводит достаточно редко, но в каждом его бою так или иначе соперники оказываются на конвасе. И выбирать не приходится, либо Артега тебя душит на полу, либо Артега тебя душит в стойке. Третьего варианта не будет. Джиу-джитсу Брайана находится на высочайшем уровне. И к бою с Максом он готовит именно летящий треугольник. А получится ли, остается только догадываться. По большей мере Холувей не встречался с борцами уровня Брайана. И все с ним пытались, как под копирку, работать в стойке и играть в его игру. Бороть его так никто и не хотел. А если и хотел, то навыков совсем не хватало. Преимущество в таком параметре, конечно же, за Артегой. Максу нечем конкурировать на конвасе. И если он там окажется, то Артега сделает все на высшем уровне. Уж поверьте. И самый главный аспект – это функциональная подготовка. Где кардио бойцов находится на высоком уровне и достаточно одинаковом уровне. Оба они не были еще проверены 25-минутной дистанцией в UFC. Хотя по одному разу за пределами лучшей организации с этой дистанцией все же сталкивались. И тут зависит, где по большей части будет проходить поединок. В стойке, конечно же, Артега будет уставать быстрее. А перейдя поединку на конвас, будет все закончено быстро. Поэтому в этом аспекте все зависит от того, кто навяжет свою игру. Тот и будет в выигрышной позиции. Мой прогноз – это победа Брайана Артеги. Аргументирую это решение тем, что Максу будет крайне сложно нокаутировать стойкого непробитого соперника. А партера не думаю, что удастся избежать за такую длинную дистанцию. Посмотрев послужной список Артеги, можно понять, что каждый из бойцов оказывался на конвасе. И Хулуэй, думаю, будет не исключение. Уверен, что по очкам будет забирать раунды Макс. А Артега будет ждать шанса, который, уверен, у него предоставится не один раз. Вот такой вот, друзья, долгожданный поединок нас ждет 8 декабря на UFC 231. Также считаю, вне зависимости от результата, этот бой будет последним для Макса в полулегком дивизионе. Уж слишком частые проблемы у него стали со сгонкой веса. Пишите в комментариях, за кого будете болеть и как вы считаете, кто заберет поединок. Также оба бойца имеют желание подняться на весовую и встретиться именно с Хабибом. И тут очень интересно, у кого же больше шансов победить Орла. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк за четкий разбор и обязательно подписаться. Всем хорошего настроения, всем мир и до скорого.